Июль 1985 года. Ахтубинск. Аэродром Государственного научно-исследовательского института ВВС. Во время подготовки к испытаниям секретного истребителя МиГ-29М неожиданно была объявлена боевая тревога. На границе взлетно-посадочной полосы самолет-разведчик погоды обнаружил неопознанный летающий объект. Шеф-пилот ОКБ Микояна тут же предложил сбить его. Валера Миницкий, царство ему небесное. Дайте ракеты, я сейчас шваркну ее. А были такие случаи, когда применяли ракеты, ни самолета, ни ракет, никого не осталось. Рисковать жизнью заслуженному летчику-испытателю не разрешили. Для уточнения характера объектов были направлены военные пилоты. Начали истребители сначала поднимать. Категорический запрет на применение огня. Ни в коем случае через объект нельзя проходить. Вот рядышком только можете крутиться. Бомберы над нами ходили, хихикали. Говорят, скоро истребители всех в сумасшедший дом увезут. Потом и их подняли с фотоаппаратуры. Увиденное поразило экипажа бомбардировщиков. Мы за ней все гонялись, за этой тарелкой. Сфотографировали все. Облако, очень контрастное облако. Прямо как будто нарисовано вот так. И три вихревых жгута из него идет. Но то, что этот объект вел совершенно осмысленно себя, не то, что это какое-то природное явление. Это однозначно. После интенсивных облетов самолетами, летающая тарелка стремительно исчезла. Вся собранная информация была засекречена. На протяжении многих веков небесные тайны интересовали человечество. Одной из самых больших загадок остается существование НЛО или неопознанных летающих объектов. Например, ученые-уфологи до сих пор не могут объяснить происхождение наскальных рисунков, космических кораблей и пришельцев, обнаруженных 10 тысяч лет назад в пустыне Сахара и на острове Пасхи. В нашем фильме мы впервые расскажем не о мифических небесных объектах, а о реальных летающих тарелках, дискообразных аппаратах, которые могут обеспечить революционный технологический прорыв и надежную безопасность России. Боевые НЛО К 1945 году в Германии был накоплен большой опыт по созданию новых и по тем временам нетрадиционных видов оружия. Особенно крупных успехов ее конструкторы добились в области ракетостроения и авиации. Но массовые бомбардировки англо-американской авиации привели Люфтваффе к большим потерям самолетов и аэродромов. Немцы стали остро нуждаться в аппаратах, не требовательных к местам базировок, не уступающих по скорости и дальности самолетам противника и превосходивших их маневрности. Наиболее всего этим качеством отвечала дисковая форма, которая давала минимальное аэродинамическое сопротивление, высокую подъемную силу и устойчивый полет при любых углах атаки. Германские специалисты понимали, что летательные аппараты традиционные схемы на том этапе развития технологии, они имели свои как плюсы, так и минусы, и они за счет крыла все-таки не могли использовать в полном мере эффект подъемные силы от фюзеляжа. Большие надежды руководство Третьего Рейха связывало с летающими тарелками, которые могли применять ударное оружие. История создания немецкими конструкторами подобных аппаратов легла в основу российского художественного сериала «Разведчики. Последний бой». Поздравляю вас. Большое спасибо, господин полковник. Я незамедлительно сообщу начальнику генштаба об успешном завершении испытаний. С таким оружием мы непобедимы. В мае 45-го Германия капитулировала, поэтому создание боевых летающих тарелок не завершилось. Опытные образцы, собранные в металле, были уничтожены по приказу фельдмаршала Кейтеля, либо не уцелели в ходе боев. Но часть документации по этой тематике сохранилась. Был накоплен очень большой все-таки задел, который в основном достался после окончания войны, достался американцам. Поиск немецких документов о дисколетах и ценностей, вывезенных за пределы Рейка, привел американцев к секретным базам Гитлера в южном полушарии Земли. В январе 1947 года к берегам Антарктиды прибыла мощная американская военно-морская экспедиция. Она получила название «Хайджамп» или «Высокий прыжок» и включала 13 боевых кораблей с авианосцем и пятью тысячами военнослужащих. Командовал соединением известный арктический исследователь адмирал Ричард Берт. Но неожиданно после двух месяцев работы экспедиция, рассчитанная на полгода, спешно свернулась и покинула шестой материк. По возвращении на родину Берт дал сенсационные показания Следственной комиссии Конгресса США. Как пишут историки, адмирал заявил, что был атакован странными летающими тарелками, которые с огромной скоростью выныривали из-под воды. В результате они нанесли экспедиции значительный урон. Был потерян эсминец Мердок, почти половина палубной авиации и десятки матросов и офицеров. Установить, чьи это были тарелки, не удалось, так как все материалы расследования были срочно засекречены. Известно лишь то, что Ричард Берт потом лечился в психиатрической больнице. 22 апреля 1947 года. США. 60 стратегических бомбардировщиков Б-29 условно сбросили атомные бомбы на 8 крупных городов, в том числе Даллас и Лос-Анджелес. Выводы командования легли в основу первого плана войны против СССР под названием Бройля. Согласно нему, после атомных бомбардировок мобильные армейские части должны были оккупировать 24 самых больших советских городов. Военные приготовления за океаном вызывали справедливые протесты. Трудящиеся Москвы, все советские люди возмущены. На митинге коллектива электролампового завода начальник цеха Варвара Даниловна Сыркова сказала, мы требуем запретить атомное оружие. Еще теснее сплотимся вокруг знаменосца мира Великого Сталина. Для воздушной поддержки американских экспедиционных сил требовались высокоманевренные летательные аппараты. В том же году командование ЛВС и сухопутных войск США заключило договор с канадской авиастроительной фирмой на создание дисколета «Аврокар». Аппарат конструктора Джона Фроста по форме напоминал НЛО. Были выполнены очень серьезные проработки. Было сделано несколько таких очень интересных моделей, такой нестандартной формы, нестандартных решений, которые напоминали в том числе и вот наши, в нашем понимании, летающие тарелки. Трехтонный «Аврокар» отрывался от земли на воздушной подушке и достигал требуемой высоты с помощью трех турбореактивных двигателей. Выхлопные газы раскручивали ротор турбины и нагнетаемый воздух поступал в кольцевое сопло. Затем, изменяя вектор тяги, дисколет разгонялся до скорости 400 км в час. Когда его создание было в самом разгаре, Пентагон решил сделать следующий шаг. Строго конфиденциально. 1 октября 1951 года. Вашингтон. Министру обороны США Роберту Лаветту. Последние данные показывают, что турбореактивный летающий диск нового типа может быть создан усилиями западного мира в течение пяти лет. Он будет способен развивать скорость в полторы тысячи узлов и иметь дальность полета в 15 тысяч миль. Такая машина получит превосходные возможности по применению своего оружия и будет неуязвима для современных средств ПВО. Директор бюджетного управления Министерства обороны США. Уже в феврале 1955-го ВВС США подготовили проект новой сверхзвуковой летающей тарелки «Серебряный жук». Восемь турбореактивных двигателей могли разгонять 12-тонный пилотируемый дисколет до скорости в три раза превышавшей скорость звука. За четыре минуты он был способен подниматься на высоту свыше 20 тысяч метров. Такие аппараты, носители ударного оружия, должны были стартовать с подлодок и достигать дальности более тысячи километров. Таким образом, субмарины могли атаковать города СССР, не заходя в его территориальные воды. Не с Нью-Йорка, не с Вашингтона, а американские базы были вокруг Советского Союза. И натовские, и японские, ну, а это все равно было под эгидой Соединенных Штатов Америки. Это был двухполюсный бюджет. По заявленным характеристикам, сегодня дископлан «Жук» мог сравниться даже с истребителями пятого поколения. Вскоре военно-воздушные силы США испытали и реактивный дисколет-бомбардировщик. Но в декабре 1961 года Пентагон был вынужден закрыть первый проект «Авракар». Его полеты выявили неустойчивое поведение и малую дальность из-за больших потерь мощности двигателей. По этим же причинам, позже американские военные отказались и от всех других проектов дискообразных аппаратов. Их задачи было решено возложить на бурно развивавшуюся ракетную технику. В апреле 1961 года полет в космос Юрия Гагарина произвел в США эффект разорвавшейся бомбы. Советский Союз вновь опередил Америку. Главный ракетный конструктор Вернер фон Браун, который шел к этому событию долгих 20 лет, понял, что ему необходимо взять реванш на другом направлении. В докладе руководству страны он написал, что если мы предпримем ударную программу, у нас есть отличные шансы одержать победу над Советами, совершив первую высадку экипажа на Луне. Эта задача может быть выполнена уже в 1968 году. В своих прогнозах Браун ошибся ненамного. 20 июля 1969-го американские астронавты Нейл Армстронг и Бас Олдрин вступили на поверхность спутника Земли. Америка выиграла у Советского Союза лунную гонку. За две недели до этого исторического события, в ночь на 3 июля 1969-го, в Советском Союзе состоялись повторные испытания лунного беспилотного ракетоносителя Н-1. Но испытания закончились катастрофой. Оторвавшись от земли на 200 метров, ракета взорвалась. Обломки разрушили стартовый комплекс и 6 подземных этажей. Взрывами закончились и два последующих старта. Эти неудачи вместе со всеми тяжело переживал инженер Лев Щукин. Уже после смерти Королева, когда при Василии Павловиче Мишине проводились разборы неудачных пусков Н-1, он постоянный был участник этих разборов. У Сергея Павловича Королева работа по аэродинамике занимала очень большое место. Это была аэродинамика и носителей, и динамика верхних ступеней на этих носителей, и динамика посадки спускаемых аппаратов. И он был на острие всех этих задач. В мае 1974 года советскую лунную программу закрыли. И Лев Щукин ушел из ракетной отрасли на преподавательскую работу. Вскоре он возглавился Союзный институт «Транспрогресс», где с его участием был создан ряд уникальных проектов. Болезаложная транспортировка, то есть опять же нестандартная идея, транспортировка углеводородного топлива в виде капсул твердых, то есть сжижины превращали в твердые капсулы, и транспортировка по трубопроводам именно твердых капсул была. Сделали институт, который создал трубопроводную систему в Сычах, где транспортировка гравия из карьера шла в контейнерах, загружали в контейнерах, и они как пули летели по трубопроводу, значит, не КАМАЗами, не БЕЛАЗами их возили, а вот именно трубопроводным транспортом доставляли. В этом институте был создан транспорт на магнитной подвеске. Но не все знают, что в нас, в стране, на полигоне Враменское, ездил 12-тонный вагон, то есть большой вагон, который, значит, работал на магнитной подвеске без колес, с линейным двигателем. Во второй половине 70-х годов советское правительство приняло постановление о развитии средств транспортировки тяжелых грузов в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее подходившими аппаратами для этих целей считались перспективные экранопланы Ростислава Алексеева. Они летали над поверхностью воды и земли, используя воздушную подушку или экран. На малых высотах их устойчиво поддерживала аэродинамическая подъемная сила. Это обеспечивало экранопланам максимальную грузоподъемность, скорость и весовую отдачу, на порядок превосходившие аналогичные показатели самолетов и судов. Традиционные виды транспорта, они свои эффекты насижили. Что корабли, что наземный транспорт. Он в какой-то мере выполняет свою функцию, но для освоения новых территорий, для выполнения функций, связанных с экологическим сбережением природы, эти виды транспорта уже не подходят. В противном случае мы должны заасфальтировать всю Сибирь или обвязать ее железными дорогами. Но тогда экранопланы, создававшиеся в Горьком, имели сугубо военное назначение. Кроме того, их первые испытания сопровождались аварией. 22 ноября 1974 года, во время полета над Каспийским морем первого транспортно-десантного экраноплана «Орленок» произошло ЧП. На его борту находились около 40 проверяющих во главе с главным конструктором Ростиславом Алексеевым. На разбеге, где-то на скорости 190 километров, хвост у меня отвалился вместе с кормовым двигателем НК-12. И они пришли на двух носовых, ткнулись в берег. То есть никто не пострадал, ничего не произошло. Была авария «Орленка», только потому, что там материал, из которого был сделан корпус, оказывается, ну, мало изучен был. То есть он прочный, легкий, прочный, но, как оказалось, он не выдерживает длительных нагрузок вибрации. После этого случая Ростислав Алексеев был снят с должности. А в Москве профессор-аэродинамик Лев Щукин начал работать над созданием принципиально иного, амфибийного транспортного аппарата будущего, который был назван «Север». По его мнению, он мог бы оказать неоценимую помощь в освоении удаленных территорий страны. Он, значит, решил создать летательный аппарат, который мог бы быть многофункциональным. Особенно это важно для нашей страны, в Сибири, там, на Дальнем Востоке, вот, где завозить авиационный керосин. Это дорого очень. Интересно, что «Север», как и экраноплан, должен был летать на воздушной подушке. Но в отличие от аппарата Алексеева с одним крылом, в конструкции «Севера» крылья вообще отсутствовали. Функцию подъемной силы Лев Щукин возложил на дискообразный фюзеляж. В нем должны были размещаться и двигатели, и топливо, и полезный груз. Схема такого аппарата получила название «толстое крыло». Чтобы управлять вихревым пограничным слоем воздуха, который обычно отрывается в полете с задней стенки крыла и увеличивает сопротивление движения любого самолета, конструктор выдвинул революционную идею. Он придумал систему управления вихрями, которая препятствовала отрыву заторможенных частиц от кормовой поверхности аппарата. Поэтому у него сохранилась высокая подъемная сила даже при больших углах атаки. Он придумал такой способ отсоса с вихревыми ячейками и делал практически безотрывным обтеканием весьма плохого тела. То есть он поднимал это тело, так сказать, выполненное весьма просто, как и большинство тел в ракетно-космической технике, в отличие от авиации, до уровня тела с приличными аэродинамическими характеристиками. Он обеспечивал качество на уровне 14-15 на крейсерском режиме. В начале 1988 года Лев Щукин познакомился с новым директором Саратовского авиационного завода Александром Ермишином. Когда он зашел, мы с ним разговаривали 5 минут. Он рассказал, расскажите, что у вас. Он мне тут рисунки начал говорить. Через 5 минут я ему протянул руку. Через 4 года конструкторская группа Льва Щукина создала первую небольшую радиоуправляемую модель нового аппарата. А в НПО «Энергия» изготовили два полномасштабных 9-тонных корпуса. Один из них собрали на Саратовском авиазаводе. Свою летающую тарелку Лев Щукин назвал «Экип. Экология и прогресс». И это не случайно, ведь ее двигатели способны работать на водороде без вредных выбросов в атмосферу. Например, внутренние объемы аппарата, рассчитанного на перевозку 75 тонн груза, в 7 раз превосходят объемы суперлайнера А3 «Аэрбаз» и позволяют разместить топливные баки без изменения внешних обводов. Это увеличивает дальность полета «Экипа» по сравнению с самолетами той же грузоподъемности в 2 раза. За счет взлетно-посадочного устройства на воздушной подушке и системы безотрывного обтекания тарелка может работать с любых водных и наземных площадок длиной не более 500 метров. Такое базирование делает ненужные большие аэродромные инфраструктуры. По расчетам, стоимость перевозок грузов или пассажиров у «Экипа» будет в полтора раза ниже, чем на самолетах «Боинг-747». 1992 год. После распада Советского Союза в России обострился экономический кризис. Произошло падение уровня промышленного производства и резкое повышение цен на продукты и товары. В тот период на испытательной базе Нижегородского ЦКБ имени Алексеева, а затем в Саратове, состоялись испытания модели «Экипа». Уникальные, ранее секретные кадры позволяют увидеть, как беспилотный аппарат, управляемый по радио, впервые поднялся в воздух. Она тогда взлетела. Первый раз. Пилот совершенно не мог ее управлять, он ничего не чувствовал, не знал, как она летает. И вот там у нас кадры, на которых машина взлетает, и она начинает тут же, значит, вилять крыльями. Все, как не специалисты смотрят, думают, что она вот там плохо управляет. На самом деле машина просто вот училась летать. И, вернее, и пилот учился, и машина училась летать. В одном из полетов летающая тарелка неожиданно показала свой нрав. Она залетела, значит, сделала горку такую, потом развернулась и пошла пикировать на своего создателя. Значит, и вот прямо за ним шла. Значит, он уходил в сторону, она, значит, управлялась и шла за ним. Ну, потом благополучно села в снег. Значит, они все были очень довольны. Вот так как было. Это были первые полеты. Воздушные и водные испытания, продувки в аэродинамических трубах подтвердили возможность устойчивого полета и заявленные характеристики перспективных аппаратов «Экип». В 1993 году правительство России приняло решение о финансировании проекта «Экип» и документально отметило соответствие аппарата мировому уровню разработок. К теме подключились Миноборонпром, Министерство обороны и Рослесхоз. Экранопланы и «Экип», как представитель, это, в общем-то, транспортная платформа. И в полной мере на нее можно распространить такое понятие, как двойное назначение. Принципиально не имеет никакой разницы, что я перевожу, личный состав войсковых соединений, или перевожу пассажиров. В 1994 году началась операция по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике. Действия федеральных войск против вооруженных сепаратистов в густонаселенных районах и горной местности выявили острую необходимость маневренных разведывательных и ударных летательных аппаратов, в том числе беспилотных. «Экип» прекрасно подходил для этого. Имеющий плоское сопло и изготовленный по технологии стелс с применением композитных материалов, он мог иметь малую радиолокационную, акустическую и тепловую заметность. Он востребован будет военно-воздушными силами или вообще армией. Это, в первую очередь, конечно, вопросы перевозки. Если мы говорим о беспилотных средствах, это разведка, тоже достаточно интересно. Ну, а если говорить о боевом применении подобного рода летательных аппаратов, то в конечном итоге это зависит от того, какое вооружение на него может ставиться. А учитывая то, что у него объемы колоссальные, полезные нагрузки, туда можно поставить любое вооружение, в том числе и лазерное. Его боевая эффективность, при этом то, что у него очень большая маневренность, достаточно высокие скорости полета, достаточно высокая весовая отдача. Естественно, на нем можно рассмотреть гораздо больше боевых средств, средств обнаружения, ну и все прочие тематики, которые идут по номенклатуре боевого применения. Поэтому здесь, ну, тут спору как боевого средства у него нет. Не меньшую пользу экип мог принести и в морском исполнении. Его можно было применять в противолодочном, патрульном и десантном вариантах. Поэтому головным заказчиком аппарата выступило именно Министерство обороны. Но вскоре экспериментальные работы по дисколету оказались на грани срыва. В 1999 году, несмотря на распоряжение президента России Бориса Ельцина и включение уникального проекта экип отдельной строкой в бюджет страны, его финансирование было прервано. У Льва Щукина, создателя аппарата 21 века, появились серьезные оппоненты в Министерстве авиапромышленности. Возможно, чиновники увидели в экипе угрозу существованию традиционных самолетов. У Льва Николаевича, видимо, при нем сложилось такие, ну, может быть, неприязненные отношения немножко с ЦАГИ. Он ученый, он конструктор, талантливый человек, но он не бизнесмен. И все его попытки, работая с бизнесменами, договориться о финансировании, они все наталкивались на обещания, которые потом не реализовывались. Есть письмо председателя бюджетного комитета Думы, направленное на Льву Николаевичу, где он пишет, что мы свои обещания выполнили, мы вам отправляем деньги и надеемся на ваш успех. Но эти деньги мы ни копейки не получили. Ни копейки. Но главный конструктор Лев Щукин не сдался. Он стал привлекать спонсоров и даже средства сына Ильи. Он тратил собственные деньги. Вот у Ильи занимала, у Ильи была студия по производству всяких вот рекламных вещей. То есть он там Теркорову делал, мухлеты. Но и этих средств катастрофически не хватало. После длительных переживаний за свое детище, сердце талантливого ученого Льва Щукина не выдержало. А через два года в Саратов приехала военная делегация из США. Строго конфиденциально. 16 сентября 2003 года. Вашингтон. Министру обороны США Дональду Рамсфульду. В ходе визита нашей делегации на Саратовский авиационный завод, организованного конгрессменом Куртом Уэлдом, удалось договориться о возможности сотрудничества по проекту «Экип». Этот аппарат нового типа представляет интерес как беспилотный разведчик. Предварительная сумма контракта составит 40 миллионов долларов. Директор исследовательского центра военно-морской авиации США, доктор Джон Фишер. В 2004 году российская делегация побывала с ответным визитом в США. Ранее состоялись переговоры с представителями Германии и Китая. Но достичь конкретных результатов не удалось. Камнем преткновения стала жесткая позиция саратовцев. Производить «Экип» не только за рубежом, но и в России. Город Нэшвилл, штат Теннесси. Вот там должен был быть первый завод, мощнейший. Они говорили, что вот мы хотим, чтобы вы у нас тут выпустили эту тарелку. Я хочу, чтобы делали в США и в России. Вот это единственное, что мы для вас не можем сделать. В России мы ничего вкладывать не можем. После этих переговоров работы по проекту «Экип» оказались заморожены. Крупнейший авиагигант «Саратовский завод», выпускавший уникальные корабельные штурмовики и магистральные пассажирские лайнеры, был объявлен банкротом. А за рубежом начались активные работы по созданию дисколетов аналогичных «Экипу». Был объявлен общевропейский грант. Именно исследование управления обтеканием тел. Большой относительной толщины. И несколько европейских университетов выиграли этот грант. Совместные работы ведутся. Программа называлась «Вихревая ячейка 2050». То есть вот «Вихревая ячейка» в приложении уже к будущему, далекому, 2050 год. Россия могла потерять лидерство в этой области. В декабре 1991 года гости ульяновского завода «Авиастар» были буквально шокированы, когда увидели в одном из цехов летающую тарелку громадных размеров. Ее высота достигала восьмиэтажного дома, а диаметр – футбольного поля. Как оказалось, это была демонстрационная модель термоплана «Ала-40». Уникальный аппарат являлся гибридным дирижаблем, который соединил в себе аэростатные и авиационные технологии. Еще в ноябре 1975 года в СССР была получена информация о том, что Великобритания по заказу Министерства обороны начала разработку 100-тонного дирижабля дискообразной формы. После установки на его борту специального оборудования он мог бы стать разведчиком-целеуказателем для ударных ракетных комплексов. Военный характер подобных аппаратов в сознании людей по-прежнему ассоциировался с летающими тарелками инопланетян. Близкие контакты третьего вида. КОНЕЦ Черт! Ложись! Ложись! В СССР над многоцелевым дирижаблем стали работать на старейшем предприятии по производству воздухоплавательной техники военного назначения в Долгопрудненском КП «Автоматики». Было дано задание рассмотреть этот проект, сделать свой проект и изготовить летающую модель, управляемую по радио диаметром 15 метров. У англичан была изготовлена 9-метровая модель. У нас летала на электромоторах, у них тоже на электромоторах. И в связи с тем, что у нас объем был значительно больше, вот, у нас были по второму варианту двигатели внутреннего сгорания. Через три года подмосковные конструкторы собрали первый дирижабль дискообразной формы. Помимо различных грузов, он мог нести внутри корпуса и радиолокационную станцию обнаружения воздушных и наземных целей. Эксперименты показали высокую эффективность аппарата. Исследования мы проводили совместно с САГИ в период 1974-1976. И уже в 1978 году был отчет выпущен по этой работе. Показали, что качество аэродинамической дискообразной формы дирижабля выше, чем дирижабля классическая схема. Летные испытания новой тарелки дирижабля должны были пройти в Таганроге. Но в 1980 году в связи с прекращением аналогичных работ за рубежом тему закрыли. Тогда же был образован экспертный совет при Госплане, который занялся поиском проектов новых транспортных средств для Сибири и Дальнего Востока. Его возглавил академик Юрий Рыжов. Вот здесь и пригодился опыт долгопрудненцев. Большой коллектив конструкторов, который занимался дискообразными аппаратами, в том числе и первые этапы термоплана, зарождались здесь. И те, кто сегодня занимается тематикой, как по линии академика Рыжова занимались люди и на Ульяновском предприятии, в принципе, начало все было положено здесь, до КБА. Кроме коллектива экипа, в поле зрения экспертного совета Госплана попала и группа ученых Московского авиационного института. Его руководителем был Сергей Егель, талантливый авиаконструктор и соратник Андрея Туполева, который предложил интересную идею. Он сказал, что он не случайно поставил этот вопрос, потому что у него на кафедре, он ушел тогда из КБА Туполева и возглавил кафедр с моим строением Московского авиационного института. У меня есть группа молодых энтузиастов, которые увлекаются аэростатическими аппаратами большой грузоподъемности. Я заинтересовался. Финансирование работ по линии Министерства нефтяной и газовой промышленности позволило разработать проект «Дермоплан». Внутреннее пространство нового аппарата разделено на две части. В первом помещаются баллоны с гелием либо водородом и силовая установка. Горячие выхлопные газы двигателей поступают во вторую часть термоплана и создают необходимую подъемную силу. Ее уменьшение производится за счет охлаждения газов. Для этого они замещаются наружным воздухом путем продувки через клапан. Регулировка температуры внутренней среды происходит автоматически с учетом массы аппарата, атмосферных параметров и режима полета. Идея очень богатая, потому что она снимала кучу проблем швартовки, ветровой нагрузки на земле и все прочее. Но она была достаточно революционной. Специалисты подсчитали, что термопланы намного эффективнее обычных дирижаблей. Затраты на содержание их якорных стоянок и техническое обслуживание в два раза ниже. А по стоимости летного часа при большей грузоподъемности термопланы вдвое экономичнее таких самолетов-гигантов, как «Руслан» или «Боинг-747». Как аппараты двойного назначения, термопланы незаменимы и в военном деле. Разработана платформа, которая является собой жилой модуль, или госпиталь, или командный пункт. Это именно транспортные какие-то операции. Доставка достаточно больших контингентов куда-то вот в отдаленные такие там непроходимые совершенно части. Либо как долгосрочные там боевые дежурства, скажем, вот с теми же локаторами. Почти 10 лет понадобилось конструкторской группе Юрия Рыжова, чтобы создать первый термоплан «АЛА-40». На Ульяновском авиазаводе его достоинство оценил президент России Борис Ельцин. А в 1992 году аппарат впервые вывели на летные испытания. На этих уникальных кадрах можно увидеть реальную летающую тарелку. В дополнение к «АЛА-40» конструкторы подготовили проекты термопланов грузоподъемностью до 2000 тонн. В 1994 году правительство России приняло постановление, которое придало проекту термоплан государственный статус. Но финансирование работ прекратилось. Через 6 лет академик Юрий Рыжов все же добился выделения бюджетных денег на создание полноценного аппарата. Однако радость оказалась преждевременной. Процесс на 80-е было все не только спроектировано, но и из металля. Существует кабина, существуют двигатели, существуют винты, существует оперение. В 2006 году, когда энтузиасты дирижаблестроения объединились в КБ «Локомоскай», появилась надежда на возрождение проекта термоплан за счет частных инвесторов. Но за прошедшее время такие страны, как Германия, Франция, Китай и США, ушли на этом направлении далеко вперед. Достаточно далеко продвинулись американцы, то есть они уже запустили прототип 500-тонника. Они, правда, секретят эти проекты. Они планируют запустить уже испытания где-то в сентябре-октябре 2008 года. 500-тонной платформы. Значит, это делает фирма «Локхит Мартин». В этом сегменте вот таких тяжелых перевозок авиационных у нас ничего нет. То есть эта ниша, она свободна и, в общем-то, будет печально, если туда придут, как бы, западники. В 2007 году в России была впервые утверждена концепция развития дирижаблестроения. Она финансируется в рамках тех бюджетных средств, которые выделены там на эту программу, в программу вооружения до 2015 года. Конечно, там средства незначительные, но, тем не менее, что-то там обозначено. А концепция вот в общепромышленном, в народно-хозяйственном плане, да, она была представлена и военно-промышленную комиссию. Ну, будем так говорить, сегодня она ждет своего дальнейшего разрешения. И все будет зависеть от, так сказать, воли, желания и воли руководства. 24 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании государственной корпорации Ростехнологии. Она будет содействовать машиностроительным предприятиям в разработке, производстве и продвижении на внешних рынках продукции военного и двойного назначения. По мнению экспертов, работа корпорации может кардинально улучшить ситуацию в оборонном комплексе. И уникальные разработки дискообразных аппаратов смогут найти свое применение. Благодаря таланту изобретателей и конструкторов, Россия не раз удивляла мир своими смелыми идеями, воплощенными в металле. Бесспорным является ее лидерство в области авиации. Большинство из космических и воздушных кораблей не имеют аналогов за рубежом. Не стали исключением и проекты новых дискообразных аппаратов. Но для их серийного производства вновь требуется государственная поддержка и время. Как говорил французский поэт Альфред де Мюссе, можно 20 лет колебаться перед тем, как сделаешь шаг. Но нельзя отступить, когда он уже сделан. Редактор субтитров А.Семкин